Всем привет, с вами Юнот, и мы продолжаем Call of Duty Black. Упс. Фал, дистанция. Чё это фал по всем параметрам лучше? Эш, теперь раскраску выбрал. Ну ладно. Без ничего, я совсем офигел, а? ТТ, нафига мне? ТТ. Пулем... ПП... ПМ... М. Надо тебе больше нравится. С4 нафиг нужен. Узлом, приклад. Ну всё, так, начать уровень. Я не смогу справиться с Менендесом, пока не пойму, как этот гад мыслит. Салазар, тебе же его легенды известны, как никому другому. За что, за что он так сильно нас ненавидит? Тупремя Верафрия. Он с детства наблюдал, как Контра снасилует и истребляет его народ. Потом, в 72-м, было сильнейшее землетрясение. Его семья потеряла всё. Год спустя, единственный дорогой ему человек, его сестра Жозефина, сильно пострадала при пожаре. Рауль с отцом начали всё заново. Продавали наркотики ради быстрой наживы. Они обрели богатство и могущество, стали легендой Монагуа. Картель Менендеса стал практически неприкасаемым. ЦРУ по приказу правительства США ликвидировало отца Рауля. Ага, и он возненавидел Америку и начал поставлять оружие в Афганистан, попутно собирая личную армию. И ЦРУ устроила охоту на него в Кабуле. Этот снимок на Уудс показывал, помнишь? Видишь, этого красавца. Это я. А этот Страшило, твой папаша. После Вьетнама он стал очень опасным. Так, что-то в роликах звук тихий. Сейчас посмотрю, может как-то можно улучшить всё. Кто-то там? Не паникуй. Ты-ты, да-да, ты. Надо ролики увеличить. Хотя давайте полный. Надо только это тихо звучит, мне кажется. Старые раны, Афганистан, Мэйсон, ЦРУ. О, 86-й год, я ещё не родился. Эх. Представление начинается, Мэйсон. Резнов. Нет. Что ты видел, Уудс? Песок, песок, один грёбаный песок. Связной Хадсона уже идёт. Думаешь, китайцам можно доверять? Здесь можно. Они поддерживали маджахедов так же, как и мы. Они понимают, если в Афганистане победит Россия, Китай будет следующим. Русских никто не любит, да? Ты ж меня знаешь. Я никого не люблю. Советую тебе не высовываться. Спокойно, Джао. Оружие мы доставили. Теперь о твоих обязательствах. Я отведу вас к лидеру маджахедов. Он поможет вам разыскать Раула Менендеса. У нас свежие лоседи. Вы поедете за нами. Точняк. Ну, поехали. Ща. Тут была одна вещь. Только я не помню, где я. Мэйсон, это Хадсон. Вы встретились с Джао. Как раз направляемся в лагерь маджахедов. То есть, смотрите, у меня сейчас ещё обычный ножик. А возьмём вот это. На кой чёрт этой двенады? Мало ли что. Теперь у нас сабля. Ха. Ха. Да, здорово, правда? Думаю, не стоит напоминать, что о нашем присутствии никто не должен узнать. Если Россия узнает о нашем вмешательстве в Афганистане, будут серьёзные последствия. В смысле, они и так уже знают, что везде лазить. А этому точно не бывает. Лишь бы испортить жизнь людям. Под бредлогом спасения человечества от чего-либо. Чего-либо, кого-либо. Чего угодно. Надо спешить. Мы считаем русские вот-вот начнут с турмлагеря. Мишен, подмойте стул! Куда он кричал про какую-то жару? Сюда! Нет. Не мне их судить, ну ладно. У каждого своя правда. Если русские и правда планируют атаку, помощь вам явно не помешает. Мы наняли пару специалистов в качестве советников. А вот и они. Рахман, это Вудс и Мейсон. Мои лучшие люди. Нам нужно оружие, а не солдаты. Вудс и Мейсон. Так сойдет. Давайте-ка уточним. Мы отражаем атаку русских, вы сообщаете нам все, что знаете о Менендесе. Наша база здесь. При любой атаке враг сможет попасть в долину только через узкие ущелья. Это я знаю. Наши люди защищают эти горы. Оружие даст им преимущество. Говенный план. Речь, между прочим, идет о русской армии. Они возьмут вас грубой силой. У них будет численное преимущество. И бронетехника. К этому ваши люди готовы? У них нет опыта обращения с нашим оружием. А у нас есть наше место на линии фронта. Русские приступили к штурму. Яла, яла, Буромерон! Ты веришь свой план, американец? Это не просто вера, Чао. Приступим. Да я бы тут расстрелял бы. Ну ладно. Надо спешить. Мы должны помешать им войти в долину. Поконим, Мейсер. Я занят. Шашки. Это не я, это не какой-то. Вперед! А это сложнее, чем мы думали. Вертушки сбрасывают пехоту прямо у лагеря. Предоставим их маджахедам. Нам надо сосредоточиться на технике. Да, техника, точно. Куда ехать, да? Чуть не задело! За мной! Блин, я не могу по ним стрелять. Надо как-то протик. Убивай, к вам же меньше. Блин, тогда я не пройду. Уходи! Уходи! Я не хочу вас убивать. Я не хочу его прикрывать, не хочу его стрелять по своим. Подумаешь? Разноглазие были. Война была всегда. Вперед, ВТР. Будем считать, что там никого не было. Что ж, ты по мне бьешь-то? И мне прилетел в голову. А что я не подумал, что никого не было здесь? Да, я не помню, что здесь кто-то был. Сюда едет еще один ВТР! Ай-яй-яй! Хватай скингер из оружейного склада! Пока! Распределить его поддержку! Он дал! Я! О, а здесь что? Воите, воите! Цены на беле чужом! Мина! Насыки сарква! Постарайся установить их на пути техники! ВТР-у крышка! Охрененно! Она разбивалась с одной ракеты. Значит, такой разброс сильный. Дымовая есть! Ух, здесь же граната! Капец, они летят скингера у вас! С пехотой, маджахеды разберутся! Нейсон, установи подрывной заряд в проходе! Нужно, чтобы ни одна сраная машина сюда больше не прошла. Я бы хотел сказать, что это свои, но это не свои. Заряд установлен! Ты себя подорвать захотел? Мейсон, подойди сюда! Взрывай, Мейсон! Я считаю вас хотел подорвать, ну ладно. Здесь техника точно не пройдет. Вудс, Мейсон, они бросили на вас все свои силы. Враги во всей долине. Маджахеды доложили, что с севера идут вражеские танки. Грубая сила, отчисленное преимущество. Ты ведь этого и ждал. Я не этого хотел. Банзай. В смысле по-своим? Они возле Бетера были. И что, надо было оборонять? Вудс, Мейсон, они бросили на вас все свои силы. Враги во всей долине. Маджахеды доложили, что с севера идут вражеские танки. Грубая сила, отчисленное преимущество. Ты ведь этого и ждал. Я не этого хотел. Неплохо, Мейсон. Танки уничтожен. Разметка сообщает о вражеских вертолетах к северу от долины. И что, тоже их сбить? Так точно, Хадсон. Предоставьте это нам, Хадсон. Попал. Нажмите, чтобы подорвать. Вбивай этих русских тварей! Нито сбил. Оборонам и джангенов, смотри, Мейсон. Это база под угрозой. Брал. Вот это, блин, попадание! Избавься от вертолетов, Мейсон! Хадсон, русские вертолеты сбиты. В северок долине идут русские танки. И куда яхну? Не подпускайте противника к базе! Возьмите, Хадсон, иду на перехват. Хадсон, танки уничтожены! Русские захватили склад боеприпасов поджахедов на Востоке. Вы должны любой ценой его отбить! Это где? Мулар Ахман озабочен. Он думает, что мы проигрываем. Передай Ахману, что мне насрать на его озабоченность! Мы всем шопа нанерем, как всегда! Скажи ему, пусть лучше готовит нам информацию о МННДС! Склад боеприпасов по левой стороне! Здесь сверху невозможно проехать! Вспешиваемся! Пойдем пешком! Ай-яй-яй! Почему он так не встает? Жесть бьют! Ну не преследуй меня, не хочу тебя убивать. Да? Не дают выполнить задание, да и все. Да, я потерялся. Туда? Пехота десантируется! Не дадим им приземлиться! Не дадим им приземлиться! Не дадим им приземлиться! А то им им не дадут выполнить вообще. Ложись ты! Да бегу-бегу! Ты храбрый воин, американец! Мейсон, возвращайся на базу! У нас проблема! Да бегу-бегу! Тебе лучше самому все увидеть! Держи мне это лучше видеть! Че у вас так много-то? Че у вас так много-то? А, не моя лошадь. Блин, че я уже не могу и чужую лошадь обнать. Че там, че там, че там? Че там, че там, че там, че там, че там! Ну давай, че там! Это еще не конец! Это еще что за вашу жмашу? Русские хотят в последний раз показать грубую силу. Покажем же им отвагу! Вы со мной? Кабы, конечно, че-то выдумываете, это ладно, но когда вы историю меняете, это странно. Зря вы так! Ты че делал? Блин, да я же нажал, чтобы освободиться. Черт! Мейсон, тебе стоит на это взглянуть! Че-то прям жесткая вещь вообще. Русские хотят в последний раз показать грубую силу. Покажем же им отвагу! Вы со мной? Сила против этого яга. Ну, у меня здесь даже поворачивать не надо. Битый лошак. Битый лошак. Битый лошак. Поближе к танку! Вот, лови! Должен уберечь. Это кто? Кравченко? Драгович? Какого хера? Твою мать, это Кравченко! Кусок говна! Конечно, он замешан! Кравченко должен умереть. Раз, я кое-что подмечал... Блин, звука ещё нет. Он вдруг начинал шарить вокруг глазами, а потом... Ни с того, ни с сего говорил по-русски. Вот Витризнов. Хитрожопый Виктор. Вудс, может, допрос лучше мне провести? А может, ты пойдёшь нахер? У меня с этой мразью не оконченный разговор! Я бросил тебя подыхать во Вьетнаме, сержант Вудс. Ты должен быть мёртв. А я-то и не в курсе. Мой друг Рахман сказал, ты ведёшь дела с неким сальвадорцем по имени Рауль Менендес. И что ты для него делаешь? Иди в жопу! Ты веришь в возмездие? Это территория маджахедов, детка. Тебя закопают по шею, завернут тебе веки и бросят жариться в пустыне. Я могу убить тебя быстро. Рассказывай о Менендесе. Я продаю ему оружие. Как-то не по-советски ты поступаешь, брат. Советский Союз подыхает. Теперь всё решает деньги. Куда идёт это оружие? Куба. Ангола. Страны третьего мира. Зачем? Менендес хочет увидеть мир в огне. Но этому не бывать. Он гораздо могущественнее, чем ты думаешь. У него даже в ЦРУ и свои люди. Верня! Он на мозги трахает! Это же не два голоса. Я стойте молоко! Чур нахал! Какого хера? Менендес сказал, ты должен страдать. Ах ты двуличная мразь! Мы воевали с русскими на вашей стороне! Нет! Это вы были и всегда будете нашим истинным врагом. Фу! Вот так вот. Не связывайтесь, террористы. Без воды и укрытия ты продержишься день. Если повезёт! А с водой и укрытия. О! Меня не связали. О! 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 Как ты думаешь, кого увидел там твой отец? Хитрый Виктор. Шулер. Ха! Ты совсем как твой старик! Нет, это был не он! Резнов. Брось, если бы это был он, тебе не кажется, что он бы на чуток задержался? Хоть бы объяснил, что творится. Непонятно, до Воркуты или после Воркуты. Так. Крафчинка допрошен. Это хорошо. О! Теперь у нас будет, так сказать, задание, где нужно выполнять управление командой и ещё самому при этом бегать. Смирно! Тоже от этого зависит концовка. От успешности или нет. Спасибо, командор Мэйсон. Взгляните на этого красавца. Тяньчжао по кличке Председатель, лидер китайских военных и командующий войсками коалиции Сил Самообороны. Этот засранец действует жёстко даже с китайским правительством. Они контролируют его не больше, чем мы. Эта кошка гуляет сама по себе. Председатель Джао выкручивает России яйца по полной. Командор. Если Россия сломается и примкнёт к силам самообороны, это будет крупнейший армия на планете. Именно этого и добивается Менендес. Натравливает сверхдержавы друг у друга. Сейчас и Иран, и Индия под угрозой. Силы самообороны делают ход, и Аксо надо вмешаться. Ты куда исчез? Первый удар застал нас врасплох и повредил нашу основную систему обороны. Мы сдержали натиск, но наш полк практически истреблён. Долго мы не продержимся. Это силы самообороны, командор? На нас напали дроны из земли и с воздуха. БПР Спектр играет ключевую роль в защите северной границы Индии. Для быстрого реагирования придётся отправлять десант. Главная задача противника уничтожить сеть обороны, нейтрализовав генераторы и спутниковые установки. Если ему это удастся, мы не сможем помешать врагу проникнуть в центр управления. Если это произойдёт, БПР Спектр падёт и путь в Индию будет открыт. Угу. Вот так, значит. Тут они добавили управление командой. Пройти боевое обучение по командованию отряда, пройти глублённое обучение по ведению боя и командованию. КлАУ Можем колесик уже вопуставить. Всем ждать приказа. Ладно, только проведу пару системных проверок и тестов. Давайте убедимся, что всё работает, прежде чем приступать к делу. Проверка работоспособности управления КЛАУ. Ждите. Пять. Проверка оружейных систем. Проверим ещё сигнал с камер пехоты. Связь с камерой на шлеме установлена. Ретрансляция пехотного интерфейса подтверждена. Ещё проверю работоспособность камеры турели. Переход на управление турелью. Оружейные системы включены. Проверка спутникового сигнала. Переключение на тактическую карту. Ага. Проведём пару тестов передвижения. Нужно, чтобы говорить КЛАУ. Установлено прямое управление КЛАУ. Нужно 4, чтобы переместить КЛАУ. Пчу-4. Переход КЛАУ на позицию. Хм, прекрасно. Ладно, проведём пару простых пехотных манёвров. Пехота под прямым управлением. Переходим к указанному пункту. Отлично. Отряды обыскивают территорию. Связь с камерой на шлеме установлена. Ага. Двигаемся дальше. А куда дальше-то? А куда их перевести-то? Где же 4, чтобы... А, выбрать театры. Прекрасно. Ещё раз проверим сигнал с камеры пехоты. Подтверждено. Сигнал отличный. Понятно. Так, сбросим тестовый дрон в зону операции. Учебная цель АСД переводится в боевую зону. Ожидание упражнения дальней стрельбы. И ещё раз проверю тактический вид. Угу. Выбранный отряд, ждите цель. Угу.